Бесконечные дожди постепенно сменяются теплыми деньками, что не может не радовать организаторов проекта «Здоровое лето». Горожанам он тоже явно пришелся по вкусу, и потому ежедневные тематические вечера набирают все большую популярность. Продолжается проект «Здоровое лето». Приглашаем всех посетить в эту среду игровой вечер. Там будут проходить турниры по шахматам, шашкам, также настольные игры будут. Большой популярностью пользуется детский вечер. Приходите, там будут проходить вечер в стиле индейцев. То есть будут загадки, конкурсы, одевания, аквагрим индейцев. Все мероприятия проводятся на молодежной аллее. Также в воскресенье в 11 часов планируется утренняя гимнастика у кинотеатра «Октябрь». Помимо самой зарядки, гостей ждут конкурсы и другие развлечения. Для тех же, кто хочет разнообразить свой летний отдых, вылазкой на природу, есть шанс отправиться в туристический поход по красивейшим местам Башкирии. «Нефтекамский проект нам по пути объявляет набор на четвертый поход, который состоится 28 числа по географии Башкирии. Будут несколько групп сформированы в разные места и уголки нашей Башкирии. Одно из мест – это Мородымовское ущелье». В то же время Молодежный совет решил продолжить сбор гуманитарной помощи беженцам с Украины. Собранные за прошлую неделю медикаменты и одежда были отправлены в Ростовскую область. Порадовало то, что акция нашла отклик не только у простых жителей, но и у общественных организаций. «В связи с тем, что на нас вышел Совет ветеранов Республики Башкортостан, которая организовывает уже массовую отправку гуманитарной помощи от имени Республики, данные две машины поедут 30 июня из города Уфа. И есть возможность помочь собрать гуманитарную помощь им и отправиться этими форумами». Сбор будет проходить все там же, во Дворце молодежи, в Третьем кабинете, с 24 по 29 число, с 19 до 20 в будние дни и с 17 до 19 в выходные. Резидент Садридиновой Ильшат Исламов. Время новостей.